Добрый вечер, добрый день. Это программа «Особое мнение». С вами Ольга Бычкова с «Особым мнением» и с вами Сергей Пархоменко. Привет. Привет-привет. Надеюсь, что хорошо видно. Да, конечно, нас тут видно, слышно. Я вот, по крайней мере, пытаюсь контролировать ситуацию с помощью еще одного экрана. И там же я смотрю, друзья, что вы пишете, говорю я нашим зрителям и слушателям, что вы пишете в чате этой трансляции в YouTube. Это важно, потому что тут мы все это пытаемся следить, читать, смотреть, ну, по возможности, конечно. Поэтому реагируйте как-то, пишите ваши комментарии, вопросы, лайки ставьте, само собой. Вы же знаете, что это крайне важная вещь – ставить лайки во время трансляции. Ну, хорошо. Давай мы начнем с истории про иноагентов. Тут уже просто буквально уже вот, я не знаю, у меня уже практически не осталось вокруг меня людей, которые бы так или иначе не были этими самыми иноагентами. А тут как раз законопроектик поспевает. Ну да, скоро это станет принципиально невозможно, потому что... Потому что уже теперь... Слушайте, невозможно будет найти не иноагента кругом, тебе во всяком случае, ты будешь со всех сторон точно ими окружена, потому что в этом законопроекте есть понятие аффилированные с иноагентами лица, то есть любые лица, которые когда-либо имели отношение с какой-нибудь организацией, которая признана иноагентом, или имеют сейчас, или имели когда-нибудь раньше, причем как бы тип этих взаимоотношений, степень близости этих взаимоотношений там абсолютно не описана. Они все тоже должны быть иноагентами. Ну, впрочем, понятно, что это закон, предназначенный для произвольного избирательного применения. И это, конечно, важнейшая его характеристика. Это вот из тех законов, которые невозможно применить буквально, невозможно охватить им всех тех, кого в теории эти законы описывают. И в этом, конечно, главное может быть принципиальное такое идеологическое отличие от того, что происходит вот с разрушением российского законодательства сейчас, и того, что происходило, например, ну там, многие сравнивают это, скажем, Советским Союзом и с какими-то его репрессивными законами, или с просто нерепрессивными там, а дурацкими законами, или чем-нибудь еще. Вот не знаю, в Советском Союзе был налог на бездетность, да. Всякий там мужчина такого-то возраста, не имевший детей, должен был платить некоторый дополнительный налог. Это невероятная глупость, конечно. А женщины разве не платили? Знаешь, я смутно помню. Наверное, женщины тоже. Наверное, женщины тоже. Наверное, женщины тоже. Ты права, да. Но это, конечно, полный идиотизм. Но это было совершенно тотально правило. Этому подчинялись все. Вот всякий человек, достигший такого-то возраста и действительно не имеющий детей, но имеющий доходы, платил этот налог. Что несколько примеряло, как бы, тех, кто под него попадал. Ну, вот у нас тут такие правила. В последнее время в России все больше и больше появляется законов, задача которых заключается в том, чтобы дать применителю волю, чтобы дать применителю возможность выбора. Вот хочешь этого наказать? Накажешь. Не хочешь – не накажешь. Хорошо себя ведет? Можно не обращать внимания. Плохо себя ведет? Сейчас чего-нибудь устроим. И, ну, в сущности, все законы, связанные с иностранными агентами, они сразу были таким образом устроены. Они очень написаны вот таким произвольным образом. Многие говорили, что это их, так сказать, низкое качество, что это вот свидетельствует о том, что люди, которые писали плохо, умеют писать законы, это вот брак в работе и всякое такое. Но на самом деле это, несомненно, так и было задумано. Это было органическое качество. Это было, собственно, важнейшее достоинство этих законов, что они позволяли пользоваться ими как карательным инструментом. Теперь выходит, что называется, опус магнум. Выходит некоторое окончательное, громадное произведение законодателя на эту тему, которое собирает абсолютно все в кучу и на котором, в принципе, огненными буквами должно быть на главной странице первой написано «Всяк может быть иностранным агентом, если я этого захочу». Для этого ничего не нужно. Никаких формальных критериев. Не нужно что-нибудь действительно получить. Не нужно, чтобы кто-нибудь кому-нибудь доказал. Не нужно, чтобы кто-нибудь что-нибудь обнаружил. Не нужны никакие документы. Ничего не нужно. Нужно только мнение. Мнение заключается в том, что вот такой-то человек находится под влиянием. А в чем заключается влияние? Ну, я считаю, что под влиянием. Тем более, что имеется целая система вот этих экспертов по вызову. Уже сейчас мы их видим в разных судах, в больших количествах. Это одни и те же... Эксперты по вызову, ты имеешь в виду... Я имею в виду разного рода... Эксперты. Да, я имею в виду разного рода организации, объявляющие себя научными. Чаще всего самопровозглашающие себя научными. И разного рода специалисты, которые объявляют себя экспертами по тем или иным проблемам, которые готовы по заказу, собственно, по желанию обвинения признать абсолютно все, что угодно. Вот я недавно участвовал в одной дискуссии профессиональной, в которой были и журналисты, и адвокаты. Один из юристов рассказывал там конкретные совершенно истории о том, как применяется вот этот, собственно, относительно недавно принятый закон, относительно недавно появившаяся статья в Уголовном кодексе, которая предусматривает громадную, тяжелейшую уголовную ответственность за распространение заведомо ложных сведений о действиях российской армии, а также о действиях российских государственных органов за рубежом. И довольно быстро выяснилось, что такое заведомо ложные сведения. Это не те сведения, которые не соответствуют действительности. Так даже никто не пытается формулировать это обвинение. Это те сведения, которые не соответствуют официальным заявлениям. И вот в нескольких обвинительных заключениях последнего времени, например, одно из них я даже зачитывал в одном из своих эфиров на своем YouTube-канале некоторое время тому назад, это было обвинительное заключение в отношении муниципального депутата Горинова. Вот там мне впервые встретилась эта история, а оказывается, это массовая история. Там написано, что то, что он сказал, а он сказал о том, что идет война, он сказал о том, что российские военнослужащие совершают агрессию на чужой территории, что там гибнут дети, сказал он. Так вот, это написано там, не соответствует текстам брифингов официального представителя Вооруженных сил Российской Федерации, господина Коношенкова. И в этом заключается преступление. Не в том, что это неправда, не в том, что это не соответствует действительности, не в том, что там кто-нибудь доказал обратное, что этого не было. Или даже, это довольно идиотский подход, но теоретически можно себе представить, что он бывает, что сам говорящий не доказал, что это так. Как-то вот он высказал свое мнение, но вот как-то пусть докажет. Нет, этого даже никто не требует. Требуется соответствие брифингам. И вот почему я про это вспомнил в связи с историей с вот этими, так сказать, подкладными экспертами. В одном из таких дел, рассказывал адвокат, с которым я имел дело, случился сбой, потому что экспертиза внезапно возьми и скажи, а что, собственно, не соответствует. Ну вот в брифинге Коношенкова сказано, что совершается военная операция специальная. А в словах вот этого человека сказано, что совершается война. Ну, в сущности, если иметь как-то в виду, что как устранил русский язык и каково значение этих слов, ну, в общем, это то же самое, говорит эксперт. Следовательно, немедленно назначает вторую экспертизу. И здесь у него появляется вот этот самый эксперт по вызову, который... Правильный эксперт. Правильный эксперт, который говорит, не, что вы, ну, об этом не может быть и речи. Это совершенно разные вещи, ниж не менее, это ничего общего. И, разумеется, то, что сказано, никаким образом не соответствует этому самому Коношенкову. Вот эта индустрия этих экспертиз, она, конечно, расцветет чрезвычайно сильно с появлением вот этого закона об иностранных агентах, потому что там огромное количество вот этого вот эмпиричества находится под влиянием. Находится под влиянием иностранного чего? Иностранной идеологии, иностранного гражданина, я не знаю, деятельности какой-то иностранной организации. Иностранный звук, может быть. Да, да, вот я как раз хотел сказать. Может быть, иностранного языка как-то. Вот человек, который все время как-то что-то такое читает на иностранном языке, это же очень подозрительно, читает иностранную газету, а может быть, читает иностранную книгу, может быть, он Шекспира читает, может быть, я не знаю, Петрарку или еще кого-нибудь. Значит, находится под влиянием. В принципе, это соответствует тому, что написано в этом законе. А если он читает инструкцию на стиральном порошке? Тоже находится под влиянием. Ну, а иначе, как он может ее прочесть на иностранном языке? Наверное, кто-то повлиял на него, и, наверное, он выучил иностранный язык. В этом смысле, кстати, вполне логично звучат все чаще и чаще мы слышим эти сообщения. Последнее из них как раз, по-моему, откуда-то с территории ДНР пришло, что нужно немедленно прекратить преподавание английского языка в школах, а учить наши языки. Как бы у нас свои есть. Зачем нам чужие языки? У нас есть свои, мы будем их сами эти языки учить. Все это, конечно, чрезвычайно складывается в некоторую вот эту картину тотальной изоляции, потому что наказуемым оказывается любое влияние. А любое влияние это что такое? Это любой контакт. Это любой контакт, так сказать, не просто с чуждым нам человеком, а с чуждой нам цивилизацией в целом, во всей ее совокупности. Это касается действительно и политики, это касается и искусства, и бизнеса, и науки, несомненно. И тут, конечно, мы должны упомянуть, на мой взгляд, важнейшее событие последнего времени, просто все остальное, мир нет, в сравнении с ним, важнейшие последствия этой войны. Вот к чему привела сегодня, мы уже можем это сказать, к чему привела война Российской Федерации в Украине? К отмене баллонской системы. К тому, что это такое, говоря простым языком, что такое баллонская система? Баллонская система – это некоторые принципы организации высшего образования, основным смыслом которых, этих принципов, является то, что высшее образование, полученное в разных странах, становится совместимым с другими. То есть человек может перемещаться в течение срока, когда он получает свое высшее образование, он на разных этапах может перемещаться из страны в страну. И в другой стране признают то, что он имел в предыдущей стране, в своей, или, может быть, тоже еще в какой-то, куда он ездит. Человек переходит как бы на следующую ступень образования, приносит документы о своих предыдущих ступенях, на эти документы смотрит и говорит, а, мы понимаем, кто вы, мы понимаем, чему вас учили, мы понимаем, на каком уровне вас учили, мы понимаем, какие оценки вы получили, мы понимаем, какова ваша квалификация, Поэтому мы можем или не можем, в зависимости от того, как эти документы годятся или не годятся, мы можем вас зачислить туда-то для продолжения вашего образования. Вот это важнейшая вещь, совместимость. Я уже вспоминал в разных обстоятельствах, и здесь скажу тоже, как я однажды слышал от одного, в начале 90-х годов еще это было, от одного российского генерала я слышал такое грозное заявление, когда он говорил, что мы должны так устроить как-то нашу жизнь, чтобы ни один заправочный пистолет, ни на одной заправочной бензоколонке в России, это было самое начало существования Российской Федерации, не вошел в горловину бака натовского грузовика или танка, чтобы ничто натовское не могло заправиться на наши территории, чтобы был другой диаметр, чтобы это было несовместимо. Самое удивительное, что прошло буквально несколько месяцев после этого, я в составе одной журналистской делегации оказался в Брюсселе тогда и разговаривал с тамошними руководителями НАТО. Это был тот период, когда Россия с НАТО очень дружила и существовали всякие подписные протоколы, партнерство во имя мира и всякое такое. В общем, ходило очень много разговоров о том, что может быть Россия каким-то образом к НАТО присоединится или даже войдет в НАТО и так далее. И я вдруг услышал там ровно про это же, ровно про эти же бензоколонки, только совершенно наоборот. Но там речь, кстати, не шла о России. Там один натовский генерал, который как раз был специалистом по проблемам снабжения, тыла и так далее, очень интересно, он рассказывал про то, как НАТО устроено. Он говорил, что НАТО, это такая вещь, вдруг сказал он, как будто бы он подслушал того российского генерала. Это такая вещь, которая заботится о том, чтобы пистолеты на заправочных станциях подходили ко всем горловинам во всех странах НАТО. Он говорил, он не имел в виду Россию, он имел в виду страны НАТО. Но видите, вот эта проблема совместимости, проблема стандартов, проблема одинаковых диаметров, она вообще нормальных людей очень волнует. Потому что это, собственно, вопрос об изоляции или об интеграции. Россия изолирует себя и хочет изолировать себя навсегда с гарантиями, поэтому она отменяет баллонскую систему сегодня. И заявляет о том, что мы специально создадим такое образование. Может быть, оно будет лучше, может быть, оно будет хуже, может быть, оно будет так устроено, но оно точно не будет совместимо. Никто никогда, говорят люди, которые отменяют эту самую баллонскую систему, никто никогда не перейдет учиться из российского университета в западный. Потому что это будет несовместимо. Надо будет начинать образование сначала. И, соответственно, никто никогда не перейдет из западного университета в российский. Как это было, собственно, в Советском Союзе, где невозможно было как бы полноценно обучаться там или тут. Были всякие случаи там, ну, разных стажировок, обменов, каких-то гостевых, так сказать, приездов. Известны случаи, когда там российские ученые оказывались в университетах за границей, но они не оказывались там на положении обычного учащегося. Они оказывались на положении гостя, какого-то специфического, так сказать, приглашенного по какой-то там особенной программе и так далее. И наоборот. Также приезжали люди в Советский Союз. Но совместить это было невозможно. Это принципиально по-разному было устроено. Но иностранные языки в Советском Союзе все-таки не закрывали. Да. Было вот это ощущение, что иностранный язык – важная вещь. И наоборот, советское образование, оно было известно очень, так сказать, большими достижениями по этой части. Ну, правда, много ходило всяких анекдотов, которые связаны были с тем, что люди, которые всю свою жизнь преподавали иностранные языки в Советском Союзе, иногда делали, надо сказать, это очень хорошо, но в действительности никогда не бывали в той стране, о языке, о котором в данном случае идет речь. И никогда в реальности фактически не слышали этой речи. И их язык был такой герметичный, пассивный, сугубо литературный, письменный. И иногда при встрече с реальностью возникали всякие удивительные обстоятельства, когда, например, выяснялось, что человек, сам того не зная, преподавал какой-то очень специфический акцент, который получил, в свою очередь, от своего преподавателя, или какую-то очень специфическую, так сказать, часть этого языка, или, может быть, иногда вообще какой-то не совсем этот язык. Оказывалось, что там люди думали, что они учат испанский, а это был каталонский и так далее. Такие случаи тоже известны. Но это другая уже история. Но ощущение нужности иностранного языка, оно, конечно, было, конечно, оно было, так сказать, завязано во многом тоже на идеологию, на идеологию врага, что мы должны знать, так сказать, язык нашего потенциального противника и так далее, и так далее, понимать, так сказать, что он про нас задумал. Ну, это были всякие отговорки, а в реальности, на поверхности, были люди. Я выучил свой французский язык, совершенно свободный, и всю жизнь им пользуюсь. Я окончил школу в 1981 году, в глубоко советское время, я свой французский язык выучил в школе. И до сих пор помню своих учителей, помню эти уроки, помню эти учебники, эти книжки, которые мы читали и так далее. И должен вам сказать, что моя языковая подготовка, это был французский язык, моя языковая подготовка очень хороша. Я могу это сказать честно и сегодня, и люди, которые со мной разговаривают, они это признают. Вот вам, так сказать, советская школа. Ну, в этих обстоятельствах очередная шутка агентства «Панорама» про то, что в Российскую Государственную Думу поступил законопроект об отмене километров там и чего-то еще. Ну да. Ну да, давайте про железную дорогу еще вспомним. На самом деле, по всей видимости, это все-таки, кстати, легенда о том, что идея сохранить разницу между шириной колеи российских железных дорог, а впоследствии советских железных дорог и железных дорог в Европе, что это было сделано там специально из каких-то соображений обороны, чтобы затруднить перевоз вражеской техники и так далее. Нет, в действительности это было не так, это было связано с тем, что первые железные дороги в России строили приглашенные инженеры из Соединенных Штатов, а тогда в Америке был принят вот такой более широкий стандарт этой самой кличием, тот, что потом прижился в Европе. Но, тем не менее, как бы эта история существует и с железными дорогами, да, и с резьбой на трубах, кранах и всем остальном, которое как-то не всегда подходит и всякое такое прочее. Я думаю, что этого будет все больше и больше. И сегодня в современном мире это идиотизм. Это несомненный идиотизм. Мир борется, наоборот, за то, чтобы все было взаимозаменяемо, чтобы одно подходило к другому, чтобы можно было диверсифицировать производство, чтобы можно было диверсифицировать использование, чтобы можно было по многу раз использовать одно и то же и не загрязнять лишними отходами окружающую среду и так далее. Мир очень этим занят. Россия оказывается сегодня страной, идущей навстречу, как бы поперек этого движения. Хотя нет, навстречу или поперек – это разные вещи. Ну, в общем, не туда. Не туда, куда весь остальной мир. Вот. И это наносит ей огромный ущерб. В конечном итоге же понятно, что в какой-то момент придется возвращаться в какому-то мировому стандарту, какому-то мировому пониманию этого всего. И окажется, что это просто потраченное время. Просто упущенное время. Это настолько нелепо все, что поверить в то, что реально можно отказаться от таких вещей, которые уже достигнуты и, в общем, более или менее выглядят привычными и как-то внедрившимися и вжившимися. Я не могу себе представить просто реальности. Ну, к баллонской системе действительно очень привыкли. Причем огромное количество людей. Где все будет опять вот так вот уделено. Но не может такого быть. Оль, я хочу просто закончить историю с этой баллонской системой. Действительно, есть немало противников реформы высшего образования в России. Они довольно, надо сказать, энергично и аргументированно об этом говорят, что можно было бы устроить все не так и так далее. Но вот что важно понимать, что сама по себе баллонская система не имеет отношения к качеству образования. Баллонская система, может быть, внутри баллонской системы образования может быть хорошим или плохим, умным или глупым, рационально организованным или нелепым. Вопрос только в одном. Вопрос только в совместимости. Вопрос в том, чтобы были некоторые организационные, несодержательные, организационные главным образом стандарты, которые позволяют людям чувствовать себя свободно, выбирать место работы, место учебы, выбирать место приложения своих научных знаний. Потому что во всем мире университетский процесс, так сказать, он является не только обучающим, но еще и научным. И огромное количество университетов в мире ведут, собственно, научную работу. Ну, особенно там, скажем, в Соединенных Штатах это принято. Там университеты все до единого являются исследовательскими учреждениями. И еще неизвестно, что в них важнее, исследования или обучения. Вот. Так что обычно говорят, ну вот как-то раньше хорошо учили, когда не было баллонской системы. Это не связанная вещь. Может быть, раньше хорошо учили, может быть, раньше плохо учили. Или теперь хорошо учат, или теперь плохо учат. Но это не связано с совместимостью. Совместимость – это совершенно другого рода характеристика. Ну вот, возвращаясь к... Мы далеко как-то уехали от иностранных... Давай вернемся к иностранным агентам. Хотя это одна идеология. Вот это важно понимать, что это одна идеология. Это один взгляд на мир. Это одно отношение к миру. Мы закроемся. Мы законопатимемся. Мы никого к себе не пустим. Сами никуда не пойдем. Мы окружены врагами. Нас все ненавидят. Нас все обидели. И частью вот этого взгляда на мир, разными частями его, одного и того же взгляда на мир, являются такие разные вещи. С одной стороны, вот все, что связано с наукой и образованием. С другой стороны, то, что связано с войной. С третьей стороны, то, что связано с идеологическими преследованиями, с борьбой со свободой слова, уничтожением свободных медиа, объявлением всех вокруг иностранными агентами и так далее. Это все один процесс. Только не балонский, а московский, кремлевский процесс. Вот это вот ровно он. Да, но это тоже такой, действительно, уже все об этом написали сто раз, но возникают новые-новые поводы, как сейчас, например, с Дмитрием Глуховским или Андреем Солдатом. Это свежая, так сказать, порция, свежее поступление иностранных агентов. Эта история имеет продолжение. Да, указать, как бы намекнуть, что делайте, что хотите, только не возвращайтесь на родину. Родина, которая вас нежно любит. Эта история имеет продолжение, действительно, потому что все-таки хорошо бы вспомнить, что начиналась вся эпопея с иностранными агентами, с последовательных, подробных, очень многословных, очень часто повторяющихся объяснений разного рода официальных лиц о том, что это не является карательной мерой. Что это просто информация, мы просто хотим знать, а почему вы не хотите признаться, откуда в финансировании, всякое такое. Довольно быстро стало понятно, что финансирование тут ни при чем, что финансирование чаще всего придумывают, никого финансирования нет. Вон история там с той же Шульман, у которой финансированием признали «Эхо Москвы», которая как-то оказывается, это теперь вот такой иностранный у нас канал. Уже написали, уже написали, просто все, все уже просто оборжали эту историю во всех Фейсбуках. Но при этом, я должен сказать, что... Потому что продаем газ. При этом, да, я должен сказать, что... За валюту, ну вот что. Что ведь фирма под названием Российская Федерация или фирма под названием Министерства юстиции совершенно не заморачивается какими-то обязанностями что-то такое кому-то сообщать. Вот я, например, давно, больше месяца, уже я тоже иностранный агент. Матерый. Да. И если вы думаете, что я знаю, почему я иностранный агент, не знаю. За все это время никто, никогда, никаким способом, ни на самом этом сайте Минюста, ни по почте, ни, не знаю, по телефону, ни по телеграмму, ни по семафору, не попытался мне дать знать, а, собственно, в чем заключаются претензии ко мне. Ну, в некотором роде мне все равно. Это просто из некоторого такого общего любопытства. Вот я буквально три дня тому назад подписал пакет бумаг, которые подготовил мне адвокат. Адвокат предоставлен мне замечательный, как-то не упущу возможность это сказать, замечательным юридическим сообществом под названием Агора. Вы все знаете Павла Чикова, который его возглавляет. Вот они сейчас очень много работают, предоставляя своих адвокатов для разного рода людей, которые страдают от политических, ну, подвергаются, так скажем. Знаете, это как в том анекдоте, вы страдаете от алкоголизма? Нет, я им наслаждаюсь. Примерно это же самое. Вы страдаете от этого или вы их наслаждаетесь? Подвергаюсь. Я подвергаюсь политическим преследованиям в форме объявления меня иностранным агентам. Вот, они предоставили мне адвоката, адвокат подготовил мне пакет документов. Я вот три дня тому назад их подписал и могу сказать, что, ну, вот, я вступил, так сказать, в дело против Российской Федерации, важнейшей частью которого и смысл этого дела является то, что я хотел бы выяснить, а, собственно, в чем ко мне претензии. Вот тут у меня появляется такой шанс, потому что мы, мы, в смысле, адвокат, и я, как истец в данном случае, мы обратимся к министерству юстиции и потребуем, чтобы нам объяснили. Они будут обязаны, кажется, хотя, черт ее знает, они, может, они скажут просто не ваше собачье дело, а, собственно, кто их накажет за это? Не судья же их за это накажет. Могут сказать как-то, кто-кто, дед пихто, как-то вас не касается. Может быть, такой будет ответ. Это не в вашей компетенции. Да, это вам не положено знать или там еще что-нибудь, или там нам не охота. Вот, но, тем не менее, пока кажется, что процедура такова, что они должны будут объяснить, а, собственно, кого-то ко мне претензии, мы будем двигаться по этим судебным инстанциям, снизу вверх, сначала будет районный суд, потом городской, потом касация, апелляция, тыр-пыр, восемь дыр, дойдем до верховного суда, все проиграем, несомненно, потому что никто никогда еще не выиграл. Как-то вот тот же Чиков говорит о том, что порядка 200 судебных дел уже закончились, и счет 200-0. То есть нет ни одного случая, когда кому-нибудь удалось оспорить свое назначение иностранным агентом. Была, кажется, одна организация, которая занималась помощью больным со СПИДом, они в первой инстанции сумели выиграть, но вторая инстанция привела все в порядок и отменила решение первой. А из СПЧ уже все. Да. Ну, окей. Прервемся. А я тебе как раз бросила речь. Вернемся, да. Вернемся насчет СПЧ. Хорошо, вернемся. Да, мы должны действительно прерваться где-нибудь на этом месте, чтобы напомнить или сообщить нашим зрителям о том, что есть для них интересного и хорошего на канале «Живой гвоздь» и в журнале «Дилетант». Вы лучше других знаете, что такое хорошая книга. Мы лучше других знаем, где ее можно купить. Книги на любой вкус с доставкой на дом. Интернет-магазин «Шоп-Дилетант-Медиа». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Итак, мы продолжаем программу «Особое мнение». Ольга Бычкова и Сергей Пархоменко с «Особым мнением». Перед нашим вот этим маленьким перерывом я так попыталась ищучить, конечно, Сергея Пархоменко, который начал рассказывать о том, что... Все ноль в пользу российского государства в счете апелляции по поводу признания иностранными агентами. И теперь уже все. Дойдешь ты, Сергей Боисович, до Верховного суда, и на этом твой скорбный путь закончен. Это не так однозначно. Это не так однозначно. Конечно, меня это очень интересует, потому что, собственно, в этом весь смысл того судебного процесса, который теперь начался с моим участием. Значит, есть несколько обстоятельств. Одно обстоятельство. Совершенно не факт, что тогда, когда приблизится этот строк, он наступит в конце сентября, насколько я понимаю, нынешнего года, когда формально Европейский суд должен будет прекратить рассматривать эти дела. Я совершенно не уверен, что он прекратит их рассматривать. Мне кажется, что существует вероятность, и специалисты мне это подтверждают, существует вероятность, что будет принято какое-то решение о том, что Европейский суд продолжает это рассматривать. Более того, продолжает выносить решение. В том числе, кстати, решение о денежных штрафах и компенсациях. Скажу откровенно, что это не самое главное, что меня самого, например, интересует. Я однажды выигрывал уже в одном из дел Европейского суда по правам человека. С незаконным задержанием меня. Я получал компенсацию. Это, конечно, очень приятно, очень мило, но это не главное. Главное, конечно, это само решение. Это само вот некоторое моральное подтверждение того, что вот ты прав, а люди, которые тебя там атаковали, тебя обвиняли, тебя оскорбляли, тебя клеветали и так далее, они не правы. Вот. Но даже, и что касается компенсации, потому что существуют довольно значительные суммы, как вы знаете, заблокированные из российского, так сказать, финансового достояния. Они сложены в кучку. И из этих заблокированных средств можно проделать много всякого интересного. Можно платить репарации стране, на которую Россия бессовестно и злодейски напала. Можно платить компенсации людям, которые пострадали от этого. Можно выплачивать по разному роду судебным решениям, в том числе и по этим решениям. Я абсолютно не исключаю, и специалисты не исключают, что такое решение может быть принято и может быть создан какой-то международный механизм, который распоряжается этими деньгами, в том числе для этих выплат. А даже если и не будет, будет решение суда о том, что я прав, а я абсолютно убежден, что я прав, и никаким иностранным агентом я не являюсь. И как-то это злонамеренное желание меня оскорбить и ограничить меня в моих правах и так далее. Второе обстоятельство. Что такое Европейский суд по правам человека? Ключевое слово – европейский. Окей, Российская Федерация больше в этом не участвует. Но вообще есть довольно много стран в мире, которые в принципе в этом не участвуют, потому что они не в Европе. Что интересно делают люди, которые считают, что с ними неправильно обошлось национальное законодательство, в Парагвае или, не знаю, на Шри-Ланке или в Австралии или еще где-нибудь. Они куда ходят? У них есть свои всякие. Существуют там ООНовские всякие структуры и так далее. Так что теоретически можно обратиться и туда. Они, конечно, начнут захлебываться российскими исками. Их будет страшно много. Они на это, так сказать, не рассчитывали. Но в принципе существуют и помимо Европейского суда разные международные инстанции, куда можно обращаться, если ты считаешь, что ты исчерпал возможности национального законодательства, а справедливость по-прежнему не восстановлена. И, наконец, последнее, что здесь может быть, это то, что, ну, в конце концов, пройдет время какое-то. Ну, вот известен случай. Страна называется Греция, которая в свое время тоже вышла из этого. В эпоху черных полковников. Знаете, в Греции такой был неприятный момент. А потом вошла обратно. Когда черные полковники кончились, режим пал, страна снова стала демократической. И вот все началось сначала. Ну, окей, хорошо. Может быть, надо будет просто подождать подольше. Это тоже может быть. Вот. Но опять мы отвлеклись куда-то, уехали в сторону в связи с этими судами. Важно вот что. Важно то, что этот закон окончательно превратился в карательный. И штука заключается в том, что действительно люди теперь, которые оказываются вот обвиняемыми по всему этому комплексу этих законов, которые в сущности характеризуют введение в России, военного положения де-факто, военной цензуры. Что такое военное положение или чрезвычайное положение? Это частичная отмена положения Конституции. Вот Конституция что-то гарантирует, какие-то свободы, какие-то возможности, какие-то законы и так далее. А государство в какой-то период говорит, нет, минуточку, мы сейчас не можем себе этого позволить, у нас война. Поэтому мы вот это, это и вон то отменяем. И будем существовать временно без этого. Это и есть чрезвычайное положение. В этом его чрезвычайность. Оно некоторое особенное, не похожее на конституционный строй. Сегодня в России это происходит. И сегодня в России есть целый комплекс этих законов, которые последовательно лишают людей, которые им подвержены, разных возможностей. В том числе имущественных. Вот мы видим последнее время и слышим рассказы про то, что люди, которых обвиняют по этим абсурдным законам о том, что они произнесли слово война, сказали что-то такое, что не соответствует брифингам в Министерстве обороны, в этом их преступлении. За то, что не соответствует брифингам, нужно конфисковать их имущество. Заблокировать их банковские счета, отнять у них там, не знаю, жилье, какую-то собственность и что там еще у этих людей есть. Это первое. Второе. Огромного количества всякого этим людям становится нельзя. Нельзя, ну окей, нельзя выбираться туда и сюда, то есть полноценно участвовать в политической деятельности. Нельзя преподавать. Выбираться в смысле избираться. Избираться, да, избираться, на какие бы то ни было выборные должности. Нельзя преподавать. Нельзя иметь дело ни с чем, где есть дети. Нельзя, например, что чрезвычайно важно, нельзя получать никакую государственную помощь. А что такое государственная помощь? Это не только там президентские гранты, которые выделяются там на какую-то такую или всякую деятельность. Но вообще это, например, бывают какие-то государственные пособия многодетным, скажем. Не положено, если вы иностранный агент или если вы обвиняетесь вот по этим вот статьям. Вообще довольно много существует разных социальных программ, которые положены добропорядочным гражданам. Вот такой гражданин объявляется недобропорядочным, заведомо вредным, заведомо как бы изгнанным, проклятым в этом обществе. И таким образом его начинают наказывать множеством разных. Есть такое уже, уже все это мы проходили, это называется лишенец. Да, именно. Да, ты совершенно права. Это и есть лишенец. Это лишение разного рода гражданских прав, разного рода социальных возможностей, разного рода имущественных прав теперь, экономических возможностей, потому что это связано там и с занятием бизнесом в разных сферах. Которые считаются Ну да, ну в общем с чем угодно. В общем да, это связано с тем, что человек объявляется врагом. Вот если раньше он объявлялся врагом по каким-то правилам, правила были чрезвычайно нелепые, размытые, предполагающие, так сказать, свободный выбор для правоприменителя, полностью лишенные какой-либо судебной как бы защиты или поддержки, не суд назначал эти меры, не суд защищал от этих мер, невозможно было каким-то образом это оспорить и так далее, то теперь все это переходит на следующую стадию. Теперь это совершенно, так сказать, по воле от политической целесообразности. Хотим вот этого человека лишить? Лишаем. Почему? По кочану. Потому что считаем, что надо его лишить. Мы считаем, что он вредный, неприятный, и он нам не нравится. Вот собственно. Давай я тебя спрошу про то, что происходит в собственной зоне вот этой специальной военной операции. Активность российская в Донбассе, военная активность, украинская сторона признает, что ситуация качественно меняется. Россия говорит о присоединении новых территорий, референдума, там и чем-то еще в Херсоне и так далее. И программах, по которым это все будет делаться так, как это делалось в Крыму. И в связи с этим у меня такой вопрос. Вот это вот, как тебе кажется, если говорить о перспективах? Эта активность, если она увенчается каким-то военным результатом для России, она будет означать дальнейшее продолжение этой самой операции или ее прекращение наоборот. Потому что в какой-то момент все равно придется ставить точку и этот момент может оказаться подходящим. То, что там происходит, к сожалению, полностью соответствует какому-то моему представлению и прогнозу, который я давал, я понимаю, что это всегда звучит как-то немножко нелепо, когда человек начинает говорить, я говорил, я говорил, я предупреждал, я предупреждал. Это было довольно просто. Это, в общем, совершенно было очевидно, что Россия переходит на некоторую такую стадию своих действий, своей агрессии против Украины, где она вцепляется намертво в то, чем она уже обладает и начинает там наводить свои порядки, начинает там, что называется, окапываться во всех смыслах, и в военном смысле окапываться, и в политическом смысле и так далее. На мой взгляд, основная задача, которая сейчас стоит перед теми, кто организует этот процесс, когда Россия как бы вот, так сказать, пытается окончательно закрепиться на тех территориях, которые захвачены российскими войсками, это вот там Херсон, Запорожье, части Донецкой и Луганской области, части, все-таки какие-то части Харьковской области, к счастью небольшие, но тем не менее они есть. Задача заключается в том, чтобы вынудить Украину начать атакующие действия, чтобы как бы поменяться с Украиной ролями, чтобы Украина оказалась атакующей, а Россия обороняющаяся. Это приведет много к чему, это приведет к большим потерям украинской армии, это приведет, как считается, к опасности, так сказать, утраты морального преимущества, потому что атакующая сторона, она всегда давит, она что-то разрушает, она что-то разносит, она на что-то нападает, она действует агрессивно, для Украины очень важно то всемирное абсолютно сочувствие и всемирная поддержка, которой она сегодня пользуется, именно в качестве страны, которая сама подвергается агрессии, давлению, атаке и так далее, и так далее. и российские, так сказать, стратегии политические, ну, прежде всего, собственно, российский диктатор, пытаются выдавить Украину вот в противоположную позицию, позицию наступательную, атакующую, что и с военной точки зрения, и с политической точки зрения гораздо более рискованно, затратно, тяжело и так далее, и так далее, и так далее. Это первое. Второе. Ты спрашиваешь меня, а вот как-то, что же будет дальше, когда же это остановится, и так далее. А это смотря как бы на какую длину, так сказать, или точнее, на какую глубину, вот, это правильно, на какую глубину перспективы мы будем заглядывать. Мы какой период, собственно, хотим анализировать. Потому что совершенно очевидно, что тот или иной позитивный с точки зрения людей, которые начали эту войну, которые организовали эту агрессию, тот или иной позитивный результат здесь, что ну вот захватили еще кусок земли, удержали еще кусок земли, довели ситуацию до того, когда, в общем, все как-то смирились с этим, махнули рукой и так далее. Это позитивный результат. Любой позитивный результат абсолютно гарантированно, стопроцентно, неизбежно, без малейших шансов на то, что что-то повернется иначе, приведет к тому, что однажды эта война начнется снова. Потому что если отъели этот кусок, то непонятно, почему не отъесть следующий. И это основная проблема. И это главное. Если мы говорим о том, что ну вот, а собственно, ну а чего? Ну хорошо, ну ладно, ну откусили кусок Херсонской области. Ну уже, ну ладно, ну остановитесь, уже смиритесь, успокойтесь, пусть она уже кончится, будем жить дальше. Не будем жить дальше. Будем жить дальше до следующей такой войны. И интересно, скоро ли она наступна? Может быть, скоро. Может быть, это даже не нужно будет долго ждать. Будет следующая война. Где она будет? В Молдове, в Польше, в Литве, в Финляндии, в Казахстане, в Киргизстане. Где будет следующее испытание, и следующее продвижение, и следующее проявление вот этой вот новой государственной доктрины. Доктрина заключается в том, для нас нет никаких правил, мы ничего не признаем, мы поступаем так, как нам хочется, в любом месте, в любое время, и берем то, что нам приглянулось. А вы нам за это ничего не сделаете. Вот мы же уже попробовали и не раз. Мы попробовали на Кавказе с Южной Осетией, мы попробовали в Крыму, мы сейчас вот попробовали еще в, там, скажем, Херсоне, и на других территориях, там, в юго-востоке Украины. Мы попробовали, оно работает. А что останавливаться-то? Хочу в Польшу, хочу в Вильнюс, хочу в русский город Вильно. Как-то много всякого с ним связано. Православные церкви были, некоторые из них очень старые. А почему бы и нет? Хочу в Вильно, отдавай. Ну, я уж не говорю там про другую сторону, про Азию, Кыргызстан, Казахстан и прочее. Хочу вот это все как-то, что возле Оренбурга. Ну, а вот Дмитрий Анатольевич Медведев, например, готов сражаться, пока он жив, ну, сражаться в смысле писать резкие посты в Телеграм. Ну, да, у Дмитрия Анатольевича Медведева, собственно, ему не трудно это. Он сидит в этом потешном замке в мавританском стиле на Новом Арбате и там шарашит по клавишам. В редкие минуты, я бы сказал, протрезвления. Я не знаю, они бывают у него или он никогда не просыхает. Такое впечатление, что никогда. Вот. Но дело же не будет. Там другая история. Там человек отчаянно борется за то, чтобы как-то ему поверили снова и как-то снова включили его в какие-то, так сказать, элитные группы. Как-то пожалуйста, пожалуйста, возьмите меня, пожалуйста, не выкидывайте меня, пожалуйста, не бросайте меня в терновый куст. Не забывайте обо мне. Я тоже, видите, какой я смелый, храбрый, молодцеватый, отчаянный. Я умею вот такие слова говорить, я ничего не боюсь. Ну, конечно, а что ему бояться, что его в Твиттере кто-нибудь обидит? Вот этот максимум, что, собственно, может произойти, что ты что-нибудь ему твитнешь в ответ. Обидное. Вот. В телеграмме там даже... В телеграмме можно, да. В телеграмме даже яма. Ну, я не буду же все равно ему писать. Разумные-то люди не пишут. Нужно писать как-то больному критину. Зачем? Вот. Так что это просто, ну, некоторое свидетельство, так сказать, температуры этой какой-то, какой-то вот степени, степени этой лихорадочности, которая там происходит, когда огромное количество людей страшно бояться. Боятся, что их, на них, так сказать, падет гнев. За что падет гнев, понятно. Они же обманули начальника. Они у начальника все украли, что было осигновано на это. Они ему пообещали, что все будет хорошо, что все распропагандированы, что вот эти миллиарды, которые шли там на Rush Today и на все остальное, что они создали такой, так сказать, эффект и такую атмосферу, и такое поле как бы этой жизни, в котором появление российского военнослужащего как-то производит на всех немедленный оргазм, как-то все испытывают. И как-то сейчас же бросаются ему навстречу с цветами. Деньги-то были украдены. Работа эта была симулирована. В действительности это не было сделано. В действительности армия оказалась в ужасном состоянии, снабжение оказалось в ужасном состоянии. Военно-промышленный комплекс не способен снабдить эту армию в достаточных количествах современными вооружениями. Слава богу. Но с точки зрения тех, кто в свое время заплатил за это, кто велел, кому поклялись, что все будет хорошо, что все сделано, там произошло предательство и мошенничество, и все остальное. И как-то этих людей надо наказывать, выгонять, заменять на других и так далее. Вот. Поэтому, ну да, идет вот это вот соревнование, этот чемпионат по, некоторые говорят, лояльности. Да не лояльности, а такой, такой чемпионат экстремистов. Тут надо быть впереди, надо реально пробежать впереди паровоз. Надо реально как-то оказаться, оказаться не просто воинственнее, чем самый главный, главный военачальник страны, а как-то продемонстрировать полную какую-то бескомпромиссность и без, без, без совестности. Давайте освободимся от химеры совести, как говорил этот классик в свое время немецкий. Ну вот. Так что, к сожалению, все это очень логично. К сожалению, война переходит вот в этот этап. Она переходит на этап удержания. И есть опасность, что она окажется затяжной. И, разумеется, это очень большое испытание для всего мира, которое поддерживает Украину. И здесь, конечно, будет борьба, так сказать, двух тенденций. С одной стороны, принципиальные решения в мире приняты, вот это вот как-то важно понимать, что Россия, вот нынешняя, это сегодняшняя, может быть, когда-нибудь другая Россия, ну, ровно как Греция, которая как-то в какой-то момент перестала быть Грецией черных полковников. Чили, который перестал быть пиночетовским Чили. Ну, это случается иногда со странами, когда они как бы переступают через страшный период своей жизни. Испания перестала быть франкистской, а Германия перестала быть гитлеровской, а Россия перестанет быть путинской когда-нибудь. Это абсолютно явление одного порядка. Но вот эта Россия, та, которая сегодня, эта Россия выброшена из мира, эта Россия объявлена объявлена недостойной жить и существовать в сегодняшнем мире и страной, отравленной для контактов. В этом смысле, там, скажем, решение о том, что нужно прекратить ситуацию с зависимостью от российских энергоносителей, нефти и газа. Это решение принято, оно состоялось. Дальше к нему какой-то путь. Он может быть и длинным, он может быть и извилистым, он может быть и с возвратами назад. Но, тем не менее, в общем, мир на этом согласился. Все, нельзя больше жить в ситуации, когда мир зависит от того, что думает человек, который распоряжается вот этими кранами на газовых и нефтяных трубопроводах. Что для этого нужно сделать? Ну, постепенно будет выясняться, нужно ли исключить Россию из ОПЕК, нужно ли полностью прекратить закупки ее энергоносителей, или нужно установить, как сейчас все чаще и чаще говорят, нужно установить систему специальных пошлин на эту тему. Когда всякая бочка нефти, купленная в России, существенная часть ее цены отправляется сразу, прямиком на помощь Украине и изымается из российских доходов. Может быть, это более эффективный путь, чем прямые запреты. Но, конечно, это испытание для мира в том смысле, что это игра в длинную. И люди, которые во что-нибудь играют длинную, они, конечно, подвержены такой усталости. Людям надоедает, всем, политикам надоедает, населению надоедает, переговорщикам надоедает, бизнесменам надоедает. Надоедает как-то в этой ситуации существовать. Это тяжело, это долго. Мы думали, что мы сейчас напряжемся, сейчас раз и выдернем. Раз как-то и... А нет, надо это лечить и лечить и тащить, и тащить. Это долго, это трудно. Много появляется аргументов, много появляется всяких сомневающихся, а может, не надо, а может, давайте бросим, а может, давайте остановим и так далее. И это, конечно, очень большая опасность. И это, конечно, очень усложняет дело, но есть один супераргумент, есть одна вещь, про которую надо помнить. Эта война точно не последняя. и если создать ситуацию, в которой агрессор будет считать, что эта война ему удалась или что последствия этой войны оказались для него приемлемы, следующая война не заставит себя ждать. Абсолютно точно. Потому что нет никаких, никакой логики, никаких аргументов в пользу того, почему бы не продолжать дальше. Потому что, в конце концов, в любую территорию можно объявить своей, для этого совершенно необязательно иметь какие-то реальные исторические основания. В конце концов, а Калифорния? В чем дело? А кто первый там деревянные церкви строил и тюлени и шкуры добывал? Кто посмел вообще отторгнуть Калифорнию? Ну, Россия, Роман Кланов, да, мы знаем. В чем дело? А Аляска, А то, а сё. это можно придумывать до бесконечности. Можно придумывать эти объяснения сколько угодно. А если вдруг этих объяснений в природе нет, ну, можно их выдумать. А смысл остается очень простой. Заберем то, что нам захотелось, что нам понадобилось. Или нам показалось, что понадобилось. Огромное количество, кстати, стран столетиями живут в ситуации, когда они хорошо понимают, что расширение территории, присоединение к себе каких-то кусков чего-то. Это не благо. Ничего хорошего в этом. Это не улучшает жизнь людей, живущих в стране. Это не делает людей более счастливыми. Это не делает отношения между людьми более совершенными. Это не устраняет угрозы и так далее, и так далее. И в конце концов огромное количество империй распались не потому, что они рухнули под ударами врагов, хотя такое тоже бывало, а потому, что в какой-то момент стало понятно, что это больше нерационально, это противоречит современному представлению о том, как правильно жить. Потому что люди рождены равными для счастья. И в конце концов важно это. Они то восходят или заходят, солнце на территории той или иной империи, так или сядут. Да, мы уже должны... Россия совершенно выпадает из этой логики сегодня. Россия существует в другой логике по сравнению со всем остальным миром сегодня. Вот это важно. Слушай, Хамас, Хамас на экономическом международном форуме в Петербурге, я надеюсь... Ну да, это же давно не экономический форум. Это давно не форум. Я надеюсь, что там в Санкт-Петербургском хорошо работают. Мы говорим об этом. Почему-то, продолжая говорить о том, что там, что это делается из каких-то экономических соображений, там заключается какие-то сделки. Ничего там не заключается. Это место политических демонстраций. Это площадка для показывания языка всем, кому хочется показать язык и сделать вот так. Ну да, вот они теперь делают таким способом, с помощью Хамаса. Это программа «Особое мнение». Спасибо Сергею Пархоменко. Я была с вами, Ольга Бычкова. Сейчас после пяти часов вечера по Москве на этом канале следующий эфир это Алексей Ленин Викторович. А в пятницу на моем YouTube-канале договорил Алексей Ленин Викторович. Слуха и эхо, а Сергей Пархоменко в пятницу вечера. В пятницу вечера на моем собственном YouTube-канале. Приходите. Спасибо вам большое. Счастливо. До встречи. Счастливо. Пока.